Евгений Ферпицкий инспектором дорожной службы работает уже три года и за все это время не было ни единого дня, когда мужчина не регистрировал бы нарушение ПДД со стороны водителя такси. Повышенное внимание к этой категории участников дорожного движения появилось не просто так, говорит инспектор. Все дело в том, что они отвечают не только за себя, но и за пассажиров. Нарушение таксистов, я думаю, наряда будет один таксист по-любому. Нарушение таксиста, именно водителя такси. Либо перевозка пассажиров, либо любое другое нарушение. Много таксистов пьяных попадаются тоже. Да, не так давно, в прошлом году задерживали таксиста, выезжал с пропановой заправки, заправился, хотел ехать на линию, мы его остановили, и человек был в состоянии алкогольного опьянения. В список самых распространенных нарушений со стороны таксиста входит уже традиционное превышение скоростного режима, ошибки пересечения пешеходных переходов и перекрестков, перевозка клиентов без пристегнутого ремня безопасности. Услугами такси сегодня пользуются едва ли не каждый второй гродениц. Это хорошая возможность быстро добраться до точки назначения. Но для каждого пассажира важна не только скорость, но еще и качество перевозки, то есть ее безопасность. Есть случаи, когда клиент за свою сохранность может отвечать самостоятельно, как, например, за пристегнутый ремень. А есть ситуации, в которых ответственен только водитель. Иногда в погоне за очередным заказом таксисты правилами дорожного движения пренебрегают, полагаясь, пожалуй, только на удачу и уверенность в себе. Кадры таких самонадеянных гонщиков нередко попадают в интернет, вызывая массу обсуждений. Но это меньшее из бед. Куда хуже, когда подобные необдуманные маневры становятся причиной серьезных аварий. На территории города Гродно в 2021 году совершено 10 учетных дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями автомобилей такси. Из 103, 10, это составляет фактически 10%. То есть каждое десятое дорожно-транспортное происшествие с ранениями людей совершалось водителями такси. Чаще всего водители такси совершали наезды на пешеходов. Это 6 случаев. В одном случае это был наезд на велосипедиста. И в трех случаях это нарушение правил проезда перекрестков. Контроль за таксистами усилили как раз из-за настораживающих результатов статистики. Показатели говорят лишь о том, что этой категории водителей нужно уделять особое внимание. Сотрудниками дорожной службы используются все формы контроля, в том числе смешанные и негласные. Когда служебный автомобиль в потоке движется без сфотографической окраски и фиксируют нарушения. За соблюдением таксистами ПДД, надо сказать, следит также и оператор перевозок. Естественно, даже иногда приходят сообщения. Допустим, если человек нарушает скоростной режим, то, естественно, приходят сообщения. И бывает такое, что сами пассажиры, если создаешь аварийную ситуацию, естественно, тебе приходят сообщения. И понижается, естественно, рейтинг. И т.д. и т.п. Естественно, это контролируется. В наказание только рейтинг, естественно, падает. Естественно, от этого меньше будешь заказов получать. Зачастую нарушителями на дорогах становятся неопытные водители, у которых порой нет даже годовалого стажа управления транспортным средством. Таких сотрудников такси в последние годы стало гораздо больше в связи с упрощением правил. По сути, в здании, которое сейчас находится за моей спиной, заканчивается весь процесс получения прав. Человек приходит в автошколу, сдает экзамены, у него есть минимальный опыт вождения и все. Здесь он получает свои документы, а уже завтра он может выйти на линию, как водитель такси. И такая ситуация патовая, говорят инспекторы ГАИ, потому что опыта у такого автовладельца, прям скажем, немного. На дорогах Гродно в эти дни за таксистами будут следить особенно пристально. Проверять права, правильность перевозки, соблюдение остальных пунктов ПДД. Однако контролировать свои действия на дороге в первую очередь должен сам водитель. Ведь речь идет о жизни и безопасности сразу нескольких людей. Анна Соловей, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин